Здравствуйте дорогие друзья! Хотелось бы показать вам совсем коротенький ролик, но с очень интересной информацией. Некоторое время тому назад на моем канале был видеоролик орхидеи в деревянном доме с печным отоплением, где мы с вами побывали в гостях у Людмилы Александровны. И я вам подробно показывала те орхидеи, которые появились в доме у Людмилы Александровны, благополучно растут и развиваются. В том видеоролике я рассказала небольшую предысторию появления этих орхидей. И вот сейчас они одна за другой зацветают, можно сказать, первым домашним цветением. То цветение, которое продолжалось на магазинах цветоносах, закончилось. И сейчас эти орхидейки, которые находятся целый год в заботливых руках Людмилы Александровны, нарастили новые цветоносы и начинают зацветать домашним цветением. На днях она мне написала, что случилось очень интересное такое событие, когда на одной орхидейке, которая расцвела бело-розовыми цветочками с веснушечками очень симпатичными, на втором цветоносе у нее распустились совершенно белые цветы. И вот мне удалось побывать и записать совсем короткий ролик с этим очень интересным фактом. И знаете, что оказалось? Оказывается, помните, в том своем видеоролике я вам рассказала, что эти орхидеи были куплены в магазине Светофор. И мы совершенно не заметили на момент покупки, что они были как бы с маленькими деточками. Но за этот год эти маленькие деточки сумели очень хорошо развиться. И теперь ничем не уступают взрослому растению. И даже смогли зацвести, как можно видеть в этом видеоролике. Мы уже многие знаем, что на одной орхидее могут появиться совершенно разные цветы, так как это гибрид. Но здесь история совсем получается иная. Получается, что это не материнское растение и это не его детка. А просто изначально был посажен в один горшок два растения. Возможно, растение было слабеньким и хлипеньким. И его просто-напросто посадили вместе с крепким растением. На удачу. Выживет так выживет, нет так нет. И вот это растение все-таки смогло развиться, несмотря на то, что получила огромный стресс от переездов, от пребывания в магазине, от условий адаптации в новых условиях. Смогла развиться эта маленькая деточка и зацвести. И посмотрите, что из этого получилось. И тем самым мы имеем совершенно два разных фалинопсиса. Белый и очень нежно-розовый. У белого диаметр цветка будет крупненький, ну а розовый имеет средние размеры цветочка. Но получилось очень интересно. Благодарю за просмотр. До новых встреч!